Надо, надо умываться по утрам и вечерам. Эти строки Корнея Чуковского сейчас особенно актуальны. В режиме повышенной готовности распространения коронавирусной инфекции утро в детском саду начинается с обработки рук антисептиком и измерения температуры. Сразу после нужно тщательно помыть руки уже обычной водой. Наталья Соколова, мама четырехлетней Леры, за безопасность своего ребенка в детском саду, не переживает. На самоизоляции они просидели больше месяца. В середине апреля Наталья вышла на работу. А маленькая Лера встретилась с друзьями, по которым очень скучала. Девочку определили в дежурную группу ее родного детского сада. Очень хотели в садик. Мы очень скучали. Очень долго сидели на самоизоляции, поэтому по детям очень соскучились. Найти, куда ребенка пристроить, не думать об этом. Потому что не всегда бабушки и дедушки могут быть с ребенком дома. Каждое утро визуально осматривают, меряют температуру. Ребенок мне также говорит, что и среди дня им меряют температуру, и также их осматривает медсестра. В группе постоянно чувствуется запах чистоты, хлорамина. То есть поверхности обрабатывают. И нам об этом говорят, и мы чувствуем это. Обычно этот детский сад принимает 287 детей. Но в период самоизоляции их количество сократилось почти в 10 раз. Здесь функционируют три дежурные группы для 28 ребят. Все помещения обрабатываются, проводят кварцевания. Обрабатывается и территория, все площадки и веранды дважды в день, перед и после прогулок. Ежедневный контроль здесь ведут и за самочувствием персонала, которого достаточно, чтобы увеличить количество дежурных групп в случае необходимости. Мы готовы открывать дополнительные дежурные группы, увеличивать их количество. У нас есть для этого все условия, у нас есть группы. Сейчас все группы находятся на первом этаже, у нас еще есть группы на втором этаже. У нас есть и педагоги, которые бы работали в дежурных группах. Поэтому у нас все ресурсы для этого есть. Сейчас в муниципальные детские сады ходят 7 тысяч малышей, еще почти 3 тысячи посещают частные. Чтобы ребенка приняли в дежурную группу, необходимо предоставить справку с места работы. Все дети, родители, которые попадают под список распоряжения губернатора Самарской области, конечно, устроены в детских дежурных группах. Мы никому не отказываем. Тот перечень документов, то есть справка, что родители работают, при потребности мы всех удовлетворили. И если есть какие-то вопросы, то я лично, как руководитель департамента образования, слежу за тем, чтобы соблюдались права каждого ребенка. Так, на сегодня я всех отметила. Все здоровы? И вы будьте здоровы. Мария Левина, Николай Епифанов. События.